так запись пошла друзья здравствуйте мы с вами на канале железово садоводство по железово как не нагло звучит но это действительно особый случай мировой практике значит о чем мы бы сегодня поговорим сегодня 11 декабря 23 года еще ниже и вебинар но видимо вебинар выйдет на канале появится раньше чем появится вот этот фильм а там у меня такие два вопроса до того серьезных и там получается что что лучше это найти это трудно сравнивать там допустим что лучше семян или привать черенком потом где мы эти черенки брать а где брать эти семена впереди вот сейчас через несколько вебинар который правда раньше увидите чем фильм и ты там увидите вот какие там два часа там полдня надо чтобы все это разбираться еще раз как или таких случаев без полутора не обойдешься но это шутка поехали сейчас получается мои утверждения такие проблемы особенно с семечками культурами особенно с косточками культурами со всеми культурами вот в случае если мы получаем привить и саженец вот или получаем саженец и семян это две большие разницы как говорят в адресе две большие разницы поэтому в данный момент мы будем говорить о семенах разжевывать растолковывать смотрите я сейчас пропускаю да и вторая причина почему мы с вами сейчас говорим этот каталог у многих не открывается но такие возможности у людей вот тут же много фотография без фотографии это не каталог одно название тем более фотографии подлинные давайте тогда сделаем еще и фильм скажет каталог не открывается вот вам фильм поехали 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 но мы не туда поехали давайте двигаем сюда это все как кому надо тот увидит это все потом может сегодня в конце мы и книги рассмотрим и цены и все и в том числе еще и диски это бесценная информация и вот этот список но мы не сам список вам рассматриваем минимум информации будучи подвоили корни собственные будучи приводили корни собственные вот и все и главное наличие а вы сейчас с вами вот сюда полезем и отсюда начнем смотрите это собираю свою внешний вид отсюда вот это то ли это что это было не знаю две недели я хожу с опушкой мордой и все об этом знают и получил около сотни советов какой часа вот все это мне могло заменить одно моржевание несколько погружение венесея но дело в том что сердце уже не выдерживает идем дальше итак каталог хорошо пробовать будет так вначале еще есть косточки академиков фаин королевских ранних поздних филиппева из изолированного отмене культурных сортов сада пианиста то есть вот те же самые что вы сейчас буду листать не все часть из них вот перечисляются академики фаин дикарей а вопрос дикарей это вопрос принципиальный и так 90 лет назад было сказано что все что растет в смертном саду смертный саду когда простенькие сорта я не верю дикие диких у меня нет назовем так простенькие сорта полукультурные сорта культурные супер сорта растут рядышком опыляют друг друга и все и считаете что испорчены все будущее потом именно испорчены сказывал 90 лет назад потом я получал по морде таким образом а ваш брат это моему брату писалось ответ ваш брат железов валерий константинович имеет смешанный сад а это значит что все его косточки будут дикарями и я цитирую цитирую как считается очень авторитетных дам вот которая гордо называет себя выпускницы дебряевской академии процитировали они цитату 90 лет недавности и этим заморочили голову тысячам людей то есть все это это же каталог семян все это и кому не пригодится будет дикари так и написано последняя фраза которая припечатала это обман и мошенничество значит кроме меня есть директор института мяско мяско то есть точная привязка ваулин точная привязка который из моих же этих самых вырастил поджурцев самых скромных априкосовых со сельсия высылал сельсы вырастил более культурно чем были они у меня вот имеется ввиду чем был папаша их папаша патриарх это сельсы из-под него были выкопаны и вот результат все что сказали они это это теперь уже наоборот это их ложь а точнее их невежество дичайше это хуже лжи обман хуже лжи потому что он сознательно и не могу не могли знать что утверждение за столетние лживы вот а использовать использовали так и так амур привиты приведу мне все приведу на русские абрикосы по крайней мере вот эти фотографии им не только 100 лет но где-то 10-15-20 амур это он же почему-то разный бывает на разных деревьях делят вот он еще кто не знает это мой сын сергей железов на фотографии 10 вот и слова амур а это мой это сказать моя совесть то что он полудоскобилов на тот момент когда мы фотографировались заведующей лабораторией кандидат наук изученных самый самый знающий самый самый авторитетные из научной среды единственный кто общается с нами с садовыми любителями и до сейчас общается вот еще и в этом году общались так вот я я его как раз знакомил с амуром чем амур хорош а тем что я его называю транспортабельный я его называю мечта хозяйки мякоть плотная косточка отделяется даже выпадывает как бы если разломить вот с кислинкой но это хрустит на зубах это мне очень нравится трепет не могу свои же слащавые абрикосы вот это его главное качество а за ним идет что сельсовые амуры вот это сельсовый амур другого дерева сельсовый амур третьего дерева то есть они заметьте все равно разные согласны красновато все и все равно разное вот и теперь так еще раз полюбовались на мурах у меня всего пять но здесь четыре как-то упустил пятую фотографию сделать и не вставить фотографии есть дальше пошел артем чем два еще раз сам принцип если амур дал косточки с косточек я вырастил еще раз вот это вот это вот это так скажите вот это скажите мне на милость он хани хуже амура так вот все зависит от того кто у них папа поняли да то у них папа вот результат значит можно с ними работать можно их иметь в больших количествах а мне отдельно деревья давали по 20-30 ветер вот это я молодежь показываю молодые деревья так вот я считаю что они должны быть в каждом саду морозостойкость невероятная урожай невероятно и наконец вот питали в себя какие-то качества от пап и тогда получается где-то они может быть правильная шейка более ну как ее называть более прочная что ли сейчас я разгляну где-то запись то может пустую говорю более прочная выплевание в другом месте он может быть более морозостойкий а где-то он может быть более устойчив к заморозкам и зимой не просыпается время теперь тут получается так брать одну кольчику смысла нет хотя такие заказы были пришлите одну кольчику вот были заказы пришлите 3 косточки у меня больших деревьев не надо не понимаешь что это сильно мало можно год потерять сколько из трех зайдет вот так вот тогда получается что 10 20 30 косточек садить густо довести до плодоношения а лишь все продать или просто убрать вам никто не мешает тем более дикарей все равно не будет видели сами вот так вот скромно но со вкусом и так Артем потомок академика это вегетативный гибрид долго разговаривать не могу про него иначе никогда не закончим вот три раза оказался более легкий более менее крупный и это качество за ним сохранилось вот что будет потомстве ведь если один из его родителей да еще вегетативный это с одной стороны привитый на манджурца значит один из родителей манджурский а второй вегетативный родитель это академик вот догадай теперь что будет потомстве а я не знаю вот и даю справку у меня есть огромная папка где мне присылают со всей стороны фотографии сельцевая урожая сельцевая урожая от привитых и урожая купленных саженцев готовых саженцев причем сельцевых с фотографией больше всего причем нету никаких дикарей нету а девчата зачем было людям голову морозить идем дальше значит ну естественно королевский он вне конкуренции вот хотел бы я вам сказать да вот у меня сейчас но это все я как блин здесь 15 задел каталог вот в таком виде остался а с тех пор у меня такие результаты а вот скажите что это было моё я скажу я не морочу а вот это вот мой сайт набирайте три слова в яндексе сайт садового железа и откроется сайт нажимаете на фото галерею и вы в результате имеете лучший сад в россии ну украина белоруссия казахстан прибалтика это все особо сюда прилегает к россии не только границы но и это лучше ничего подобного не найдете ни в эстонии ни в литве и латвии и так далее и так далее пожалуйста любуйтесь я не раз показывал но я хочу сказать что вот все равно вам без семечковых без сеянцев исходчик не обойтись все таки у них есть одно качество знаете какое можно ни разу не пересаживать посадил лучших лучших оставил навсегда вот так вот примерно вот примерно вот так вот вот это мы телевидение ждем видели как я приготовился к телевидению ждать ладно все нечем не утразить а то тут это нескончаемо все нескончаемо так убедились что вам на закуски покупать идем дальше королевский абрикос бай левицкий на самом деле когда-то левицкий наш уникальный садовод сайногорский старшего небесного выписал абрикос бай районировал ну рассмело говорить хотя говорят это наука должна районировать но как то они подстали лет на стол а такие работяги как этот левицкий я его имя узаконил хуй не узаконил а бессмертил и сделал вечно так вот теперь название бай левицкий зажил своей жизнью теперь огромное количество саженцев под этим названием продается якобы бай левицкого это примерно полсотни лживых и как их назвать по другому мошеннических сайтов вы запросто не выйдете бай левицкого кроме двух-торых случаях не верьте глазам своим как говорил казван подкоп увидел черта не верьте глазам своим увидел бай левицкий увидел название фаина ну и глазам своим вот еще его фотографии бай левицкого жердель это старая фотография это несколько лет назад фотографировалась а в двадцать втором году в прошлом году сорок велер причем на глазах телевидения собирали вот такие фотографии а я все вам показываю старые как то все некогда обновить вот видите вот это допустим один год это на следующий год он привит на мажорский абрикос вот этот урожай был скромный тридцать ведер дерева а или даже двадцать восемь я уже не помню а последнее дерево разрослось еще в два раза и после сорока ведер тысячи плодов осталось не собраны после сорока ведер все это не шутки все это зафиксировано абрикосы интересов судьба в этом рыжего ё-моё значит мне был абрикос недавно его спилил я не читал его выдающимся вот то же самое как в анекдоте сало как сало вот середнячок название у него было я начинаю забывать там тридцать восемь сорок девять десять ну есть название вот а это это значит он номерной значит кто-то стырил в научном саду я тырить не мог где мне в сады-то эти научные а кто-то стырил ну там было слово сверх крупноплодный а в нём оказался ну сорок грамм ну какой он сверх крупноплодный или для науки это есть сверх крупноплодный 40 грамм учитывая что недавно они предъявили двадцатиграммовые плоды тридцать лет работы золотая медаль а плоды это двадцать грамм может действительно для них это недавно было я показывал вам поздравлял их так в кавычках а для них да это может быть а у меня оказался ну сорок сельничок и всё для меня это не сверх крупноплодный венточка переезжает в Чернобаеву Чернобаев через несколько лет Константинович лучшего не едал никогда вся семья в шоке вся семья в диком восторге закатывали всё папа он же у меня это два дерева спилил знаете какие только лежите за сто один не помню какой а второй академик плоды у него более за сто грамм вот собирать не могут десятки видов он мне жалуется кто-то газон они лежат гниют уже никому даром не нужны вот а у него всё четыре пять деревьев было взял академика спилил как лишний вот потом взял на остатках этого дерева скелет привил несколько садов но это тоже у него тоже небезразмерный сад обычно дальше дали ему сколько там соток пригородить вот и весь участок и вот тогда я зауважал вот этот рыжая пришлось ехать к нему ну давай угощай я то не заметил никакого особого вкуса плоды у него оказались крупнее рыжая ну это такое слово рыжая рыжая и вот теперь зауважал я и прилип к нему теперь новое название чем эти шесть цифр до ветер пусть будет рыжая вот монетоба канада вначале его тоже зауважал сейчас оно преобразилось оно стало больше похоже на серафим вот ну что делать с эти я их называю беспорядочной половой связи но было вот таки вот есть первая фотография очень крупная отборная с длинным длинным носом пять плодов с крапинками вот оно не произведало впечатление в качестве рекламы я вот эту взял фотографию вот ну это уже конечно супер я вам представлю 4 супер сорта один из них вот он перед вашими глазами вот это супер академик он два раза увеличен мною а может три реально это 30-40 грамм вот произведение Казмина как он начал увеличиваться я не знаю вы понимаете ребята я люблю поговорить еще не раз про эту тему капну ведь все равно вот эти бесконечные попытки пересева пересева и какие-то качества и крупность обществе как-то оказалось в латентном скрытом состоянии так говорите стоит хорошо прижиться на подвое и перестать мерзнуть вот этот дальневосточный фрукт или овощ как он фрукт вот стал увеличиваться уже у меня в Сибири и до увеличивался на мою голову вот пришлось назвать суперакадемик клон Женезова вот а теперь представьте что такое фаина на манджорца прививаю на манджорца подчеркиваю академик а в крону академика самая мощная ветка королевский все получилось и академик и королевский вон там выше помните оттенки что сбоку бантик получилось совершенно новое направление вот он особый а сейчас еще о нем поговорю я не могу длинные фильмы сейчас снимать вы не можете досмотреть до конца это стало приметы современного человека небо покороче вот и все если покороче гоните монету и на этом сокочем вот я эти продаю супер по 30 рублей косточка вот так вот полушутя за счет гоните монету и полусерьезных вот так вот смотрите первый урожай это он все таки привет еще раз на манджорца академик академика королевский выросла вот это вот первый урожай сдуло ветром ничего не все деревья стали целые все с урожаем на нем ни одного не было год потерян упали когда были зеленые значит полное не это каша получилась несовместимость получилась иначе что это плоды когда были они размером 5-10 сантиметров зеленых все упали ветер там был не врагат подождал еще вот получил это чудо когда пошел но не было фотоаппарата через день-два после этого фотоаппарат был потом не было и в это время все они были наполовину выжрали выжраны висели на дереве выжраны были и везде торчали по пол косточки то есть одна бочком косточки все тучи осп пчел и самое интересное все было бело бабочки почему бабочки я не знаю я никогда не замечал особого пристрастия бабочек это и запах меда больше мне повторить не удалось уже на следующий год был урожай есть фотографии да вот это допустим это 208 год 2008 год есть фотографии 2009 года уже чуть-чуть зеленее и уже запаха нет такого и ни одной бабочки но это было вот и наконец сейчас чтобы прекратить этот разговор или уже закончим хотя бы про абрикосы вот и так Карташова Катерина человек не случайный публичный потому что она сделала мой сайт она его создала вот а я в благодарность подсунул большой-большую свинину я косточек разных выслал вот а она их посадила сдуру не сдуру а потом есть фотографии они есть в той особой папке вот и на фотографии эта же фарина помельче но ее рассказ первый урожай два плотика ну чуть меньше этих но такие же красивые фотографии есть вот два плотика мы восьмером разрезали на одного эти два плотика на восемь частей и каждый положил себе брат невероятно а на следующий год у нее был прекрасный урожай вот и никаких тебе дичков получился шедевр только уменьшенная копия вот это я хотел сказать ребята вот давайте жить дружно вот никаких дичков все это бронё и желание вот так как эти дамы они несколько замечаний таких не очень-то лестных было я понял следят 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 что железо у железова валерий константинович смешанном саду из косточек вырастут если купите у него кстати какая подлость дички девяти дички и жердель это все есть это все задокументировано это они не скажут да мы пошутили поздно серафим часто фотография воруется 40-50 плодопитомников украли почему потому что обычно предъявляют вот там рука а на ней три плодика вот причем ясно что не их не эта рука повторяется 50-100 раз то есть во всем мире они уже побывали на десятках 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 сайтов ясно что не их ясно что украдено с интернета вот а то это редкость такая что полдерева видно сразу редкость а вот у нас тоже есть 20 тысяч а вот пожалуйста а сколько раз показывал что это вранье доказывает и доказываться очень легко вот несколько секунд другое дело что сегодня доказывать не будем потому что это самое фирма железов веников не вяжет вот и разоблачено больше 150 плодопитомников интернет-магазинов не один предель 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 что железо врет наоборот он нас унижает он нам мешает торговать вот это он у нас украл фотографии ни одного мертвая тишина так и так априкос а вот видишь фото это и 30 других присвоено сотнями плодопитомниками интернет-магазинов немецких садов дальше патриархов невероятно фотография не получилась у меня такая чтобы показать что это огромное дерево вот ну получишь есть а вот видите вот это отдельная ветка вот причем эти фотографии уже лет 18 да примерно 18 лет назад уже это уже а я фотографировал это было 30 ведер на тот момент это был рекорд 30 ведер это одна из пяти веток вот это крупный план это моя фирменная линейка благодаря ей разоблачены еще десятки интернет-магазинов и сайтов которые ее присвоили вот пошли сыновья манджурса раз вот скажите что это дикари уже если сыновья манджурс если же манджурис то повторяю а как он оказался красным вот он это натуральное дерево рядом стоял тот самый турсун по воду скобилов потому что мы мы делали фотографии для меня и для него он же книги печатает вот видите один вариант вот выражает сумасшедшие вот а разве она желтая какая-то вот кто ее окрасил папочка вот и гадай еще это уже другая совершенно видите это уже третий вариант вот а это ну это вообще немыслимо вот и вот знаете мне некоторые слушают эту фотографию говорят так мне десяти десяти а этих двадцать ну поражает красота фотографии а я вздыхаю вспоминаю один год только вот такая была краска а на другой год они были слаще крупнее но желтые это получается а еще вариант что у них тоже папа есть и получается что вы получите если вот эти косточки выпишите и я не знаю но все равно интересно вы понимаете я не обманщик вот я говорю не знаю я не сказал будет точно дерево купить но я голову начать вот с этого дерева косточки с этого результат то будет неизвестно какой ясно а вот это один из сладких наверное у меня два самых сладких а почему он такой вроде бы маму то есть патриарха а плоды два раза крупнее видите и чисто сладкие да и вот еще один чисто сладкий вот видите еще желтее и еще сладкий но этот вообще не имеет кто его палил он сам желтый был изначально да сам желтый у меня чисто желтый шалах у меня появился позже намного он чисто желтый я уже голову сломал ну есть мичурин который говорит что деревья есть еще кроме бабушки дедушки ну че сошлемся на дедушку еще один сладкий вот вот сюда перескочила вот это вот 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 и вот вот она вот сюда перескочила ну бывает техническая грехи дальше крупноплодный ну вот скажите мне ну чем он похож на академика ну чем он похож да ничем не похож а ведь это один из вариантов привитого академика вот а вот это я горжусь и смотрите у меня королевский да в руках согласитесь что это шедевр согласитесь ну а то попробуйте не согласиться сейчас как это вот вот это шедевр у меня в руке а вот это специально насколько отстает поздний филиппи это шедевр от моего друга от филиппи у владимира господи владимир викторович да уникальный садовод один из тех кому надо было бы государственную премию дать тысячи садов его абрикос растут едем в его сад вот стоим возле этого дерева пользу уже не абрикосов ни у кого нет а у него еще созревает а это же просто какое это значит что во многих случаях не попадет подвесение заморозки володя я к нему с ножом так и откуда ты его взял за стулья взялись ответ сам таким получился вот она народная селекция и не надо нам это в институте все равно таких нет а володя есть а теперь меняюсь вот абрикос мичуринский увеличился в 20 раза сам захотел увеличился я про него рассказывал психоталинский этот бродского сверх ранний итак я даю черенки бая чернобаева чернобаева выращивает у него получается урожай делать нечего садить 4 дерева непривитых места нет посадил на чужом участке все четыре заплодоносили один из них созрел чуть ли не к середине июня вот эту фотографию я делал видите 2 июля это мы уже с земли собирали с ним вот это и если это самое сверх ранний бай остальные 3 дерева почти баю не уступали там были плоды 30-40 грамм для бая это непривитого это уже сенсация а этот мелкий но зато сверх ранний а почему нам нужен сверх ранний объясняю у меня был уникальный случай еще раз расскажу итак заморозок абрикосы созрели попали под заморозок их нет потом теплые денечки стоят зацвели персики пронесло персики отцвели зацвели поздние абрикосы опять попали под заморозок у меня был год смеяться будете персики есть много плодоносит а абрикосов нет ранние первый заморозок, поздний второй заморозок. Вы поняли теперь, для чего нужно? Чтобы были и ранние, и поздние. Ну, там два заморозка, это бывает, но один случай у меня правильный. А вот он, вот он, вот он. Вот он, уникальный садовод, Чернобаевская, дружба, с которым я горжусь. И вот он, вот самый, 10-го делали мы, и Юля. Но это уже, знаете как, он не в то время, уже собраны, собраны, опять упали, собраны, опять упали, и еще 10-го Юля он все еще висел, не все плоды еще созрели. Ну что, друзья, ну остается супер Серафим. Вот. Видели? Почему супер? Ну потому что он сам сделал простого Серафима. Я ни при чем, я, 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 я виноватый. Я руку не прикладывал. Вот. Или руки у меня волшебные. Не знаю я. Вот. Или хотел удивить аспирантку, студентку Елену Савельевич. Я говорю, ну чё? Чё-то хочешь? Пожалуйста. Чё-то. Это. Ну вот дальше пошли вишни и на этом первую эту серию мы закончим. Вот. Что еще раз хотел сказать. Абрикосы только рассмотрели. И впереди еще рассмотрение все вот этого. Вот это все надо знать. Прежде чем заказывать. И это надо знать. Поэтому вот давайте, друзья, жить дружно. Пересылайте эти самые. Я никогда не говорю, лайки мне, лайки мне. Вот. Я прошу, рассылайте друзьям. Видите, как тут написано? Перешлите друзьям, пожалуйста. И никто этого не делает. Вот. Нас очень мало. Вот. На этом позвольте закончить. Вот. И я надеюсь все-таки на заказы. Продолжение следует...